Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в такую замечательную игру, которая называется Диктатор 2. Господин Диктатор, ваш коварный дядя устроил государственный переворот. Да неужели? Ужжно срочно преподать урок этому строптикцу. Обязательно преподам. Ну-кася. Это шкала репутации. Ясно. В каждой карте есть своя цена, выраженная в крестиках репутации. Понятно. Это здоровье вашего врага. Победить можно, либо разбив все карты соперника, либо уничтожив вражеского диктатора. Все понятно мне. Выставьте доступную карту на поле. Ага, выставляем овчарочку. И что далее? Ага, вот как. Выберите свою карту и перетащите ее на вражескую карту. Легко. Так, давайте-ка. Ой, а он был в защите. Ёлки ты палки, да? Ну да не беда, ребятушки. Сейчас мы с этим совсем разберемся. Правда, сегодня выходной. Дядя Рэй решил отдохнуть немножко. Так что не обессудьте. Немножечко пивка, я думаю, не повредит. Вы можете закончить ход в любое время. Отлично. Так. Что там еще за петух вышел на поле боя? Давайте его атаковать. Вау, истребитель какой-то. Вау, великолепно. Вы смогли дать достойный отпор врагу, господин диктатор. Вот это я понимаю. Вы показали, кто здесь главный. Естественно. Что будем делать с этим наглецом? Так, а что мы с ним можем сделать? Нет. Давайте заберем у него лимузин. Пускай остается без лимузина. Вы молодой диктатор демократического государства в Индийском океане. Ваша цель, как можно дольше продержаться у власти и расширить свои владения. Все понятно мне. А я ваш верный генерал. Ух ты. И я с удовольствием расскажу вам об основных особенностях игры. Спасибо тебе, Фидели. Это ваше настоящее или будущее владение. Просматривайте карту, двигая ее влево или вправо, или изменяя масштаб. Вау, великолепно. Это мои будущие, ребята, владения. Добро пожаловать домой. Я покажу вам, как управлять регионами на примере вашей родины. Блин, а озвучка, ребята, здесь все-таки потрясная. Чтобы получить информацию о регионе, кликните по знаку вопроса. Ясно, где у нас знак вопроса, ребята. Ага, вот он. Вау, тирания. Тирания. Ну что же, давайте кого-нибудь выберем. Здесь нельзя, ребята, выбирать почему-то. А, вот как. Деньги. Самый главный ресурс. С каждым ходом они только убывают. Ну, вот это плохо. Это плохо. С помощью золотых тирантов вы сможете усовершенствовать постройки и ускорять некоторые важные события. Ну, хоть что-то хорошенькое ты сказал. Счетчик ходов располагается справа вверху. Ага, спасибо за информацию. Перед вами шесть фракций, с которыми вам придется иметь дело. Полиция, народ, олигархи, армия, правозащитники и мафия. Особенно мафия мне понравилась последняя. В начале каждого хода вы можете пригласить на аудиенцию любую из фракций. Выбирайте. Так, ребятушки, знаете чего я, наверное, выберу армию. Теперь решаем проблему данной фракции. Выберите один из двух вариантов. Будьте внимательны. Любое ваше решение скажется на вашей популярности среди этой и остальных фракций. Черт подери, вот незадача. Одна из ракет... В некоторых вопросах вам будут попадаться золотые тиранты. Собирайте их как можно больше. Понятно. Одна из ракет залетела в дом ветеранов. Разбойных нападений. Прикрыть военных? Думаю, что да. Да. Ну, а почему бы и нет, ребята, да? Прикрываем военных. Так, вот одну тиранку заработали. Ага, вот оно как, да, значит? Ёлки-то и палки. А чё вы так, ребята, недовольны-то? Вы хотели, чтобы у меня армия сдохла? Хе. Наглецы вы, однако. Так, что тут далее? Вы не можете приглашать одну и ту же фракцию к себе два хода подряд. Выберите любую другую. Ага. Ну, давайте, ребята, выберем с вами, наверное, полицию. Будем себя окружать армией и полицией. Господин диктатор, вы можете убрать негативный эффект от любого решения, использовав подсказку советников внизу экрана. Давайте попробуем. Давай, Фидель, конечно, попробуем. Так, я понимаю, так надо нажать на эту женщину, да? Ну, давай, воспользоваться советником и решить вопрос без риска для репутации. Естественно. Вот видите, никакого падения популярности. Спасибо тебе, Фидель. Выдать премию всем полицейским в честь дня рождения вашего тестя. Ну, этот вопрос мы уже решили. Значит, все в плюсе. Хорошо. Вау. Так, репутация моя растет, ребята, растет. Так, пропускаем ход. Так, а почему минус 100 тысяч? Так, пора захватить соседний регион и расширить нашу республику, господин диктатор. Отправить армию. Естественно, отправить. Начнем наземную операцию. Ага, и что ты предлагаешь? Обратите внимание, что каждая карта имеет два ключевых параметра. Атаку и здоровье. Ага, ну это в стандартных карточных играх обычно так. Некоторые карты имеют особые возможности. Ого, это уже что-то новенькое. Вы можете улучшать свои карты. Чтобы улучшить имеющуюся у вас карту, вам необходимо получить еще одну такую же карту или воспользоваться золотыми тирантами. Золотыми тирантами? Ну их очень мало. Выберите карту, чтобы узнать больше о ее возможностях. Ну давай узнаем побольше. Нажимаем на карту. Полицейский патруль. Щит полностью защищает от первой атаки. Рывок может атаковать сразу после выхода на поле боя. Повышение 100 тирантов. Да, ребятушки. Одно повышение минус 100 тирантов. Или 5 миллионов. Да вы что, издеваетесь что ли? Давайте возьмем эту карту и добавим ее в свой отряд. Ну давай добавим, конечно же, в отряд. Так, а куда ее добавлять-то? Где? А, вот. Теперь выберем другую фракцию. А, вот оно в чем суть, ребята. Смотрите, у каждой... Добавляем в отряд еще одну карту. У каждой фракции свои юниты. Вот это хорошо. Ну давай. Я надеюсь, вы уловили основной принцип. Да, уловил. Теперь доукомплектовывайте армию по своему усмотрению, господин диктатор. Хорошо, Фидель. Сейчас я это сделаю. Так, ну что, ребятушки. Давайте смотреть, что у нас тут вообще есть. Народ. Хе-хе. Какие-то крестьяне. Провокация заставляет противника атаковать это существо. Неплохо. Кузнец какой-то. Ага. Восстанавливает одну единицу здоровья вашему случайному существу. Медсестра. А это что, комбайн? А комбайн, смотрите-ка. Ядрить его на корень. Сколько стоит повышение? Обалдеть можно. Так, олигархи. Ух ты, что у них здесь такое? Секретный агент. Маскировка. Не может быть атакован до тех пор, пока сам не вступит в бой. Ага. А это золотой вездеход. Ну, олигархи. Они и есть олигархи. Так, а кто у нас тут, ребятушки, еще есть? А? Правозащитники. Это кто такие? Анимусы, что ли? Анонимусы, ёпарсаты. Точно. Полностью защищает от первой атаки. Неплохо. Так, а это что у нас такое? Бродяга. Заменяет местами показатели атаки и здоровья всех существ на поле боя. Слушайте, так-то, по идее, неплохо, да? Но 3-1 как-то неактуально. Так, тут еще можно открыть еще карту случайную. Воу, вот это да, ребята, это меня радует. Мафия. Ух ты, давайте глянем, что тут у мафии. Каратель. Наносит одну единицу урона всем существам противника. Ага. Неплохо, по-моему, парнишка. Так, у меня лимит, по ходу дела, по картам. Все остальные ваши существа получает щит-аура. Любовница. Блин, ребята, по-моему, игруха будет просто отпад. Просто отпад. Любителям Hearthstone рекомендую. Так, что здесь у нас еще есть? Блин, у меня... Ага, вот здесь еще можно что-то взять. Давайте возьмем собачку. Так, и еще одну. Так, вроде бы все, да? А как узнать, полностью ли у меня укомплектована армия? М? Тут вот можно взять... А, с каждой фракции можно взять, по ходу дела, по карте. Ну, по нескольку карт. Так, давай крестьянин. И еще одну медсестру. Так, могу взять секретного агента. Ну, и на... А, нет, еще могу взять. Ну, я не знаю, давайте, наверное, возьмем... Вау. Какой-то грузовик. Так, и я так понимаю, что все, ребята, мы укомплектовались. Как вы видите, мы ничего больше не можем взять. Да, играю я в эту игру в первый раз. Но тизер мне очень понравился, ребята. Поэтому я ее сейчас вам и демонстрирую. Ваша армия готова выступать. Так, Фидель, и что ты мне предлагаешь? Нападать? Битва за Тарзанию. Ага, вот оно как. Так, у меня 43 жизни, у него 40. Ну, давайте приступим, ребятушки. Пошел. Ага, медика выставляет. Двух даже. Так, мой ход. Давайте сделаем так. И двух, наверное, медиков вызовем. И вот я думаю, атаковать или нет? Неохота мне, чтобы у меня спадал щит. Ладно, пропустим ход, ребята. Вот что творит. Вау. Ну, ладушки. Так, 3.5. Ядрите его на корень, а. Что бы такое, ребята, замутить? Убивает случайное существо противника. Ну-ка, давайте-ка. Опа, как раз то, что надо, ребята. Как раз этого я и хотел. А теперь атакуем. Медик, добивай. Блин, а это у меня... Сдохнет, да? Давайте мы отхидимся лучше. Ага. Вы можете доверить мне командование вашей непобедимой армией в любое время. Ёлки-палки, неужели здесь есть автобой? Ну-ка, ребята, точно есть. Ну, давайте нажмем, посмотрим, как с этим расправится мой подданный. Так, поехал. Разнеси их в хлам, пожалуйста. Ёлки-палки, ничего себе он тут штудирует. Вау, вау, вау. Дайте-ка теперь я, наверное, сам, ребята. А то он что-то разошелся. Так, что нам сделать, ребят? Так, всем существам противника. Ёлки-палки, нифига у него там тачка. Пять атаки, десять хп, да плюс еще щит. Я даже не знаю, что и сделать, братки. Ё-моё, а. И больше я ничего не могу поставить. Места не хватает. Что бы вы сделали на моем месте, а, ребята? Блин, так мне охота карателя терять. Так, ладно, медиков используем. Тебя тоже. И теперь выставлять нам надо что-то. Вот, давайте вот это. И вот секретного агента. Ё-моё, ну чё-то... Какого хрена он вызвал Джейсона, а? Ну-ка, копы, быстро его взять. Ого. Смотрите-ка, мы его заморозили, ребят. Нет, надо, наверное, атаковать. Да что еще за бабка тут вылезла? Блин, ребята, игруха отпад. Отпад игра. Ну-ка, врепую этому. Главному надо, наверное, бомбить. А чё я не могу почему-то? Почему-то, ребята, не наводится. Так, любовницу вызвали. Давайте. Блин, придется, наверное, грузовиком бомбить. Ну, не хочется мне. Ать ты, гаденыш. Ну, он сам атаковал. Поэтому, ребята, достаем своих собачек. Ага, они еще и в щите. Вот это меня радует. На-ка, в рожу. Так. И ты тоже добивай. Замечательно. Чё ты творит, а, Джейсон этот? Откуда у них Джейсон, ребята? Да. Блин, ребята, у меня карты все, кончились. И я так понимаю, кстати, у него тоже. Потому что он больше ничего не выкладывает. И это означает только одно. Что наша победа, ребята. Мы сейчас просто размозжим морду этому... Я даже не знаю, кто... Недокапитан с Костю в носу. Все. Победа за нами. Поздравляем. Наша армия победила. Отлично. И? Благодаря вашему военному гению, мы увеличили свою территорию. Давайте взглянем на наше новое владение. Давай взглянем. Я даже очень хочу взглянуть. Так, забираем награду. 300 тысяч. 300 тысяч долларов. Замечательно. Посмотрим, что мы можем здесь построить. Давай посмотрим. А что мы можем здесь построить? Управление регионом. Это экран строительства. Вы можете улучшать свой регион, воздвигая различные постройки. Ага. Это классно. Давайте построим нефтяную вышку, чтобы повысить наши доходы. А что тут еще есть? Строительство банка принесет вам дополнительный доход. Господин диктатор, не забывайте, что вы можете повышать эффективность своих построек Усовершенствуя их. Ага. Понятненько. Губернатор управляет регионом в ваше отсутствие. Не позволяя фракциям терять очки репутации. О, как замудрено, ребята, здесь. Здесь не все так просто. Блин, я даже не знаю, что делать-то, а? Нанять губернатора. Пока губернатор на посту, регион не опустится в опасную зону. Губернатор следит за репутацией фракции. Десять ходов. Десять монеток или пятьсот тысяч. Ё-проценты. Нефтяная вышка. Будет приносить доход денежный. Хорошо. Банк увеличивает общий доход с региона. Отлично. Нефтяная вышка. Первый уровень. Так, пятьдесят... Пятьдесят тысяч всего лишь. Тюрьма позволяет сажать неугодную фракцию за решетку. Вы действительно хотите бросить данный регион? Нет, нет, нет. Конечно же нет. Да, ребята, не все так просто. Ага, здесь я могу составить свой фоторобот. Нет, меня такие физианы не особо устраивают. Давай что-нибудь подходящее возьмем. Нет, другого все-таки. Ну, что-то около того, но тем не менее не то, что надо. Ну, давай, давай, что-нибудь еще выбирай. Во! Вот, я буду шейхом. Агитационная вышка повышает репутацию случайной фракции каждый ход. Агитация пошла. Ага, пока... Ну, это мы читали уже за репутацию. Придется нанимать ребятушки его, естественно. Блин, надо было, наверное, за монетки все-таки, а не за деньги. Ну, я надеюсь, это... Десять ходов, правда, ребята, он будет всего на своем посту. Кого мы сегодня принимаем, господин диктатор? Ну-ка, давайте-ка олигархидеть ко мне. Открыть элитный автосервис для бронированных лимузинов? Ого, давай. Ага, народ почему-то против. И анонимусы против. Хм. Минус 47 500, минус 100 тысяч. Здесь вы всегда сможете увеличить ваш доход, господин диктатор. Не забывайте освобождать хранилище вовремя, и оно снова начнет заполняться деньгами. 25 в секунду. Вместимость 500 тысяч. Ага. Ясно. Каждый день перед вами будут ставиться разные задания, выполняя которые, вы получите в награду золотые тиранты. Ага, здесь, значит, еще есть ежедневки. Вот это уже хорошо. Я могу оповещать вас о появлении новых заданий, господин диктатор. Естественно, ты меня оповещай обязательно. Сразиться 10 раз с противником, забрать 13 крестов у армии в любом регионе. Ё-моё. Да, деньжата-то что-то хиленько идут. Нет, я выходить никуда не собираюсь. Мы с вами продолжаем, ребята, играть и наслаждаться этой игрой. А как мне сделать, чтобы у меня шло в плюс, а не в минус, а? Кого мы сегодня принимаем, диктатор? Ну, я не знаю, давай попробуем... Так сделать. Мобилизировать оппозиционных журналистов на покраску танков? Ха-ха-ха. Да вы издеваетесь, что ли? Ёлки-ты-палки, нифига себе отказ сделал. Блин, в минуса ушёл, а? По репутации, во фракциях. Ядрить его на корень. Ну-ка, давай-ка ещё кого-нибудь. Может быть, с мафией побазарим? Запретить обыски в тюрьмах. Да, 50 тысяч и нет. Ну, давайте скажем, что нет. И что будет? Когда ваша популярность падает до трёх крестиков, они становятся красными. Это означает, что в данной фракции начинает зреть заговор против вас, господин диктатор. Я им дам заговор, блин. И как мне... У вас есть три хода на то, чтобы распутать заговор, вызвав данную фракцию на аудиенцию. Ага, значит, переговоры они предлагают мне. Хорошо. Ну что же, давайте... Так, мне надо пропустить ход, видимо. Извините, ребята, не на то нажал нечаянно и вылетела игра у меня. Так. Кого мы сегодня принимаем, господин диктатор? А давайте мы нажмём управление регионом. У вас достаточно денег, чтобы нанять себе охрану. Телохранитель спасёт вашу жизнь в случае покушения. Вот это хорошо. Сколько стоит телохранитель? Ё-моё, 500 штук! Да это грабёж средь бела дня. Но деваться некуда, ребята, придётся покупать. Потому что, сами видите, против меня идёт заговор. Я вот единственное не могу понять, как мне, ребята, увеличить свой доход. Разрешить студентам бесплатно посещать цирк? Ну, давай. Пускай посещают. Ага. Поровну разделилось мнение, да? Пропускаем ход. Господин диктатор, кажется, на счету вашего неблагодарного дяди ещё остались деньги. Распорядитесь ими разумно, ибо другой такой возможности у нас больше не будет. Вот это ты меня, блин, обрадовал, братишка. Так, ещё миллиончик мне подкинули, да? Ага. Диктаторский пенсионный фонд. Так, забрали немножечко денег. Перейдём в свою страну. Так, давайте-ка с мафией решим. А у меня там заговор, смотрю. Криминальные авторитеты решили захватить власть в стране. Так, отправить неудачников в тюрьму. 300 тысяч. Господин диктатор, чтобы проучить неугодных режиму, мы должны построить тюрьму. Да ядрить тебя на корень. Ничего, тюрьму надо строить. 150 тысяч. Да я... Спасибо. Вот оно даже как. Ё-моё, ребят, я посадил мафиозников в тюрягу. Пропускаем ход. Так, минус 120 тысяч, а тут 45. Ну-ка, давай-ка с народом побазарим. Студенты просят разрешить им играть на гитарах в общежитиях. Ну, давай, согласимся. Пускай играют. Ну, хоть что-то в плюсе пошло, ёлки-палки. Ага, копы только недовольны. Ну, это и понятно. Что, пропускаем ход? Ё-моё, ребят, я с каждым днём в минусайду. Ваша армия готова к бою. К бою. Вы мне предлагаете идти в нападение на какую-то новую территорию? Давай посмотрим. Сахария. Сахария. Вот, давайте на океанию. Пора захватить соседний регион и расширить свои владения. Получите секретную карту за лайк. Ничего я не понял, как эту карту делать. Ладно, ребята, давайте продолжим с вами захватывать океанию эту. Так, на автобой. Битва за океанию. Ух! Ну, у него 50 хп. Ёлки-палки. Ну-ка, давай. Посмотрим, что получится здесь. Так. Что-то ты, братишка, не то немножко делаешь, по-моему, мне кажется. Фидель, хорош дурить. Ёлки-палки. Блин. Какой-то каратист. Ё-моё. Блин, надо было самому. Да что ж ты делаешь-то, а? Бомжа он вызвал. У-у-у, да мы... Да мы тут проигра... Ой-ё-ё-ё-ёй, как больно, а? Так, взять командование себя уже поздно. Грамотно комбинируя карты из разных фракций, вы обязательно добьётесь успеха. Да какого фига ты так сделал-то? Ты подсказал бы, блин, что у меня не полностью добрана колода, ё-моё. Да и ходил ты как урюк. Всё из-за тебя проиграл. Ваш ВВП удвоился. Ага, удвоился. Я смотрю, только в минуса и лечу. Сколько тут у меня накопилось? Шесть тысяч всего-то лишь. Это вообще копейки. Ядрить его на корень. Зато у меня сто четыре голды. Так, улучшить до второго уровня, да? Два миллиона. Не, ребятушки, донаты там мимо меня, вы уж извините. Я хочу своим умом здесь всё прошарить. Так, ну как же мне прибавку-то сделать, а? Ёлки-палки, а? В минуса пошёл. Эти сидят у меня за решёткой. Ну давай. Опять заговор. Шушукаете? Владельцы оружейных заводов замышляют заговор против вас, господин диктатор. Расстрелять нафиг оружейных магнатов. Какого хрена ты мне предлагаешь тюрьму? Я же сказал, расстрелять. Ядрить его на корень. Миллион, чтобы улучшить. И сто голды. Так, ладно. Пускай сидят тогда в тюряге, раз вы не хотите их расстреливать. Пятьдесят девять тысяч у меня на кону и пятьдесят четыре голды. Да не хочу я выходить. Чё вы мне всё подталкиваете на это? Кого мы сегодня примем, а? Кого? Давайте регион посмотрим, что у нас. Ё-моё, губернатор всего два хода. Будет ещё у нас руководить. Так. Увеличить пятьсот тысяч или пятьдесят этих. Ну и что ты мне даёшь? Сто тысяч доходов в день, да? Надо было так, наверное, сразу сделать, чтобы я шёл в плюс. А я... Ну, ребята, извините мне. Я в первый раз в неё играю. Мы как бы вместе с вами играем. Потому что я вам показываю. Сам я в неё ещё не играл до этого. Сто сорок штук в моей стране тирания. Я иду в убыток. В большой убыток. Если я ещё пропущу ход, я банкрот, ребят. Просто банкрот. Судебные приставы хотят организовать вооружённый мятеж. Нафиг. Нужно что-то предпринять, господин диктатор. Да какого лешего? Ещё по двадцать тысяч с меня сняли. Ну-ка, пропускай ход. Оу, недостаточный денег. Господин диктатор, у вас закончились деньги в казне. Расходы превысили доходы. Воспользуемся личным запасом. Ещё миллион. Так, нет. Этого я не буду делать. Ёлки-палки. Революция. Ну что же, ребята. Вот такой из меня плохой получился диктатор. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. И мы увидимся с вами в следующих сериях в новых играх. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, ребята. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова